Приветствую вас, прочитал ваш вопрос. Вы знаете, ситуация действительно крайне-крайне непростая у вас сложилась. Я понимаю, насколько вам тяжело, я понимаю, насколько вам сложно, вот. Но я также и понимаю то, что, вот, наверное, самой какой-то информации о том, что происходит, вы дали очень мало. Потому что вы говорите, что, значит, ребенку 3 года, вам 28 лет, вы дошли с отцом 3 года назад, потому что получается, что как ребенок родился. 9 месяцев назад я встретила прекрасного парня, чуть старше меня, мы живем, мы же вместе 7 месяцев. Два месяца вы встречали. Я бы сказал, что это не такой большой срок для того, чтобы узнать друг друга. Но тут, опять же, есть свои нюансы. Поначалу ребенок любил проводить не время, им было интересно друг другу, а теперь все не так. Я пытаюсь как-то с дружить, но все не получается. Вот понимаете, какая штука? Вы говорите, им было интересно друг другу. Кому им, кому им, и старню вашему, я так полагаю, и, соответственно, ребенку. Но, потом, потом, что-то изменилось. Вот вы знаете, я бы очень хотел, я бы очень хотел понять, что изменилось. Потому что, вот исходя из того, что вы написали, ответа на этот вопрос, нет. То есть, что-то произошло. Что-то произошло, как? С вашим парнем, так и, что-то произошло с ребенком. Наверное, наверное, есть же, какие-то причины того, что что-то изменилось. Я более, чем уверен, что они едят. Ну, нужно только поисследовать, что это. Обыскать, что произошло. Дальше. Очень важный момент заключается в том, что вы пытаетесь сдружить ребенка и мужчину. Это далеко не лучшая стратегия, которую вы можете продвигать по отношению к обоим. Потому что, объективно говоря, именно на мужчине лежит ответственность за то, чтобы наладить контакт, например, с ребенком. Потому что, это ваш ребенок. Если молодой человек, к примеру, вас любит. Если вы, к примеру, молодому человеку, ну, важны. И, то, соответственно, я думаю, что в этом случае, ну, в случае, если вы молодому человеку важны, он обязательно сделает все для того, чтобы между ним и ребенком сложились максимально хорошие отношения. То есть, вот, именно, повторюсь, да, именно, именно максимально хорошие отношения. Не идеальные отношения, а максимально хорошие. Настолько, насколько это, вот, ну, объективно возможно. А, такой, вот, мне кажется, здесь есть момент. Потому что, вы, по сути, вводите некую, знаете, такую, ну, искусственность, когда пытаетесь... Подружить людей. Вот. Дальше. Ребенок говорит, что он не хочет, что не хочет, чтобы мой женик видел с нами, и говорит, чтобы он ушел. Ну, здесь, а, возможно, все дело в том, что с ним общается отец, и, как бы, взаимодействие отца, ну, конечно, может влиять. Таким образом. Ну, вот, потому что, ну, если он с отцом, как-то взаимодействует, а я полагаю, что он взаимодействует, вот, то, мне думается, что это, конечно, влияет, очень сильно влияет на то, как он воспринимает, эээ, вашего парня. Эээ, в том смысле, что в начале-то, может быть, эээ, все было хорошо, вот, в начале, но по мере того, как, эээ, он, общался с папой, он видел-в видел, эээ, еще неверно, что там, эээ, папа, вот, ну, вообще, эээ, говорил, эээ, ребенку, вот, по поводу, ну, всей этой, всей этой ситуации, которую, которая, какое-то, произошла. Вот. То есть я хочу, чтобы вы поняли вот этот момент, очень важный момент, что что-то изменилось в взаимодействиях между вашим сыном и мужчиной. И игнорировать это, с одной стороны, нельзя, в том смысле, что изменения необходимо отслеживать, но измениваться чересчур в это, на мой взгляд, тоже не лучшая идея, потому что люди сами-сами выстраивают свои отношения без, условно говоря, вашей помощи. Такая вот штука. Такой момент. Я надеюсь, что вы это для себя, ну, учтёте обязательно, потому что это правда, важная, важная история и важный момент. На мой взгляд, конечно. Дальше, вы пишете, что он периодически называет его папой. Ну, тот факт, что он периодически называет его папой, свидетельствует, конечно, о том, что есть нужда в АСВЦ, вот, у ребёнка, я не думаю, что это какая-то новость, я не думаю, что это откровение, я думаю, что это, в общем-то, вполне нормальная история, вот, что есть нуждаемость в отце у ребёнка, вот, и, конечно, ему не хватает отца, поэтому, тут, да, он может, безусловно, возможно, даже и должен называть этого человека папой, потому что ему нужен отец, вот. Ну, ну, это, с другой стороны, ничего не значит, а, ну, что? Ну, называть-то он называет, а, как бы, что дальше? То есть, ну, вы же понимаете, наверное, что ребёнок это, как минимум, такая вот история, да, достаточно непостоянно, сегодня он назвал его папой, а завтра что-то случилось, и всё, и это уже, он уже не хочет, чтобы был его папой, вот, понимаете? Ну, сейчас, тут вопрос ещё о том, заключается, насколько хорошо ребёнок помнит отца своего. То есть, вы говорите, что отец, он видится, видится с ребёнком, и из-за этого, для того, что отец видится с ребёнком, у мальчика происходит расщепление. То есть, его, ну, по факту, да, тянут в разные стороны, вот. Понимаете, какая штука? Я, по крайней мере, думаю, так. Я, по крайней мере, вот, вижу такую, ну, такой момент, я вижу, вот, в том, что вы, пишите. Дальше. Так, я ему объясняю сейчас, что мы с семья, и что он никуда не уйдёт, это не помогает. Но это не поможет, потому что ребёнок, он хочет чего-то своего. То есть, ему здесь явно нужны, ну, явно ему нужны здесь не объяснения, ему нужны, а ему нужно справиться, справиться со своими чувствами и со своими эмоциями. Вот. Поэтому, тут, как, то, что вы пытаетесь объяснить, это, на самом деле, очень неэффективно. Вот. А вы, таким образом, можете ещё больше человека, я имею в виду, ну, я имею в виду, ребёнка настроить против себя. Вот. Поэтому, тут нужно не объяснять, а просто, вот, стараться, например, анализировать, что именно не нравится вашему сыну, да, и откуда, откуда такая реакция, откуда, откуда такое вот, ну, такое восприятие, восприятие мужчины. Мужчина. Вот. Это, мне кажется, важный момент. Дальше. Молодой человек, в свою очередь, перегибает где-то с шутками, насмешками над сыном. Я ему объяснял, что женский маленький, ему, может быть, обидные такие слова. Ну, вот, насмешки, это, конечно, то, о чем говорила одна из моих коллег, это защита. Вероятно, вероятно, это стремление к какому-то, ну, доминированию над ребёнком. Вот. Как напоминание, напоминание на том, что дом мужчины был ещё кто-то. Вот. Ну, мне так, по крайней мере, это видится. Я могу ошибаться, конечно. Вот. Ну, мне так. Вот. Видится. Такая, такая интерпретация. Данный стон. Ну, конечно, насмешка, это то, 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 что, ну, почти всегда, призвано, как-либо, принизить человека, это то, что призвано практически всегда как-то обесценить, ну, то, что происходит. Вот. Поэтому, я думаю, что, вот, в сторону того, почему мужчина смеётся, да, почему у него появляется вот эта вот попременность. в том, чтобы насмехаться, насмехаться над ребёнком. А это нужно выяснить. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, на мой взгляд, не помещало бы такой, знаете, некий элемент саморегулирования. То есть, чтобы ребёнок эту ситуацию опреагировал и пережил сам, ну, с вашим парнем. Вот. Без вашей помощи. Самое слово, ваша помощь ему, ну, может, мешать. Спасится дело. Вот. Я, конечно, не берусь сказать наверняка это, но мне кажется, что может быть, может быть, такая ситуация, такой аспект. Дальше. Так. В общем, явно как медик двух огней. Помогите советам. Ну, если вы медик двух огней, то вы находитесь в состоянии жертвы. Если вы находитесь в состоянии жертвы, то вы находитесь в созависимых отношениях ответственность в треугольнике Карпмана. И связано это отчасти с тем, что вы не можете взять ответственность на себя за то, что происходит. То есть, понимаете, сын – это ваша ответственность, но и построение отношений с мужчиной – это тоже ваша ответственность. Так вот, вы, судя, вот, судя, потому что я могу видеть, допустили какую-то ошибку в построении отношений с мужчиной, вот. Потому что к вашему ребенку человек относится, ну, несколько стран, я бы сказал. Вот. То есть, к вашему, к вашему ребенку мужчина относится, ну, явно с преувеличенным контекстом. Вот. И весь вопрос, конечно, заключается в том, с чем это связано. То есть, возможно, вашему как раз-таки мужчине нужна помощь в том, чтобы лучше себя понять, чтобы лучше себя почувствовать, чтобы лучше в себе разобраться. Вот. Вот. Я в этом, конечно, наверняка не уверен, но мне кажется, что вполне такое, такое может быть. Вот. 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 Поэтому, эм… было бы очень здорово, если бы вы на этот момент, эм, тоже обрасили бы свое внимание. Эм, отец ребенка родной редко видит, раз или два месяца. Ну, это достаточно много, кстати. Поэтому, основная задача – лечить научить. Какая задача? То есть, вы о какой задаче ведете речь? То есть, а вы вот эту задачу, которую вы вложили на, собственно, ну, на мужчину, вы эту задачу с ним как-то согласовали? Вот. Потому что есть у меня вот такое ощущение, да, есть у меня такое ощущение, что, ну, что не совсем вы согласовали. Что мужчина, например, хочет, что мужчина, там, к примеру, готов делать. Вот. А что он делать не готов. К примеру. К примеру. К примеру. Вот. То есть, возможно, поэтому и стало ухудшаться взаимодействие между ним и ребенком, потому что он стал, например, чувствовать, что вы на него давите. Дальше. Я никак не пойму, почему он не может заслужить авторитет. Ну, это, на мой взгляд, отношения, как бы, их. Это не ваши отношения. И, соответственно, нужно делать анализ именно отношений, ну, мужчины и ребенка. Тогда можно будет, в принципе, ответить на этот вопрос. А пока что это очень похоже на, знаете, на просто какие-то, ну, какие-то, какие-то катания и все. То есть, ничего хорошего и полезного вам это не даст, опять же. Вот. Дальше. Хотя я часто поддерживаю его в плане воспитания. На этом все замечания я так же делаю и с ними делаю. Ну, понимаете, как? Тут, опять же, нужен анализ. То есть, нужно смотреть. Что-то. Вот. Очевидно. Что-то. Но вы делаете не так. Раз. Не получается. Но что именно вы делаете не так? Нужно исследовать. Самую страну. Понятно, что. Так вам не ответить. На вопрос. На вопрос. Который вы делаете. Возможно, замечания делать не стоит им, друг при друге. Возможно, с чувствами молодого человека нужно разобраться более подробно. Помогите мне разобраться. Да, поможем. Для этого нужно с вами пообщаться. Как им наладить контакт? Что я должен сделать в своей стране? Да ничего. Хоть мужчинам, как правило. Мужчинам, как правило, достаточно, чтобы их оставили в покое, и они сами разберутся. Давайте. Вот. Такая вот история. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно изучите треугольник Карпмана. Для того, чтобы лучше соревновать свою роль в отношениях возможных. Это поможет вам подкорректировать его. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.